Привет, друзья! Многие из вас, увидев название видео, сразу замахали руками и сказали, ну кто виноват в разочарованиях? Конечно, ты! Все понятно, расходимся. Ну, имеется ввиду, конечно, каждый человек сам виноват. Но я сейчас хочу дать большинству зрителей именно глубокое понимание, формулу, по которой происходит разочарование и радость, чтобы все было понятно. И самые внимательные уже видели эту формулу, уже раскопали ее когда-то на моей стене в глубине одного поста. Но сейчас я для всех ее нарисую. Значит, давайте сначала обозначим, что такое радость, а что такое печаль и разочарование. Это, по сути, одна и та же эмоция, только со знаком плюс и минус. То есть какая-то величина одна и та же, но вот ее закидывает то вверх, то вниз, да. И формула, по которой возникает такая эмоция, как радость или как печаль, да, она выглядит так. Реальность, обозначу ее буквой Р, минус. Ожидание, обозначу буквой О. Ну и, да, получается, равно эмоция. Пожалуйста, буква Э. Давайте изобразим это графически. Есть некая величина реальности. Вот она вот такая, да. То есть вот у нас, допустим, вот такой столбик означает реальность. Теперь представим себе, что ваши ожидания от ситуации велики. Они больше, чем реальность. Они превышают, да. То есть вот у вас вот такой столбик. Получается, если мы от этого отнимем большее, да, то вот она разница. Вот разница. То есть результат, если мы от этого отнимем вот это то, что побольше, получится в итоге, то есть на вот такую величину в минус отрицательно. То есть если вот это некий ноль эмоций, да, а вот так идет стрелка, вот так здесь плюс, а вот сюда идет минус некий, то получится, что у нас итоговая эмоция, это ну вот такое некоторое количество печали, разочарование. Вот так происходит. А если у нас ожидания от ситуации были маленькие, вот мы не знали какая реальность, да, а у нас вместо большого вот такого столбика ожиданий был маленький столбик. То есть ожидания были очень скромные, вот такие, то у нас получается вот, вот такая разница, да, и если мы от вот этого, получается, от реальности отнимем ожидания, то получится вот такой вот столбик примерно, или чуть больше даже, получится результата. То есть в плюс, да, хорошая эмоция, радость некая получается. Если привести пример какой-то реальный, ну вот смотрите, допустим мы сажаем пшеницу, нам нужен какой-то урожай, мы хотим стать фермерами, да, с вами. Нас интересует урожайность. Я сейчас возьму от балды совершенно какие-то цифры, я не знаю какую урожайность дает пшеница, ну допустим какие-то 12 центнеров, там я даже не знаю, с гектара, да, допустим. Представим себе, что мы в какой-то книжке, в какой-то допустим неадекватной глупой книжке прочитали, что она должна давать 30 центнеров. И у нас большие какие-то, ну вернее, вот, ожидания, да, какие-то вот большие, прибольшие ожидания, что должна давать 30 центнеров. А реальность такова, что она даст 12. Соответственно, мы ждем 12, то есть мы ждем 30, да, а на самом деле получается 12. В итоге у нас разочарование, разочарование в размере 18 центнеров, нам как бы их не хватает, да. Мы себе говорим, что не урожай не хватает, потому что у нас ожидания были большие очень, да. А что если мы не знаем вообще, как родит пшеница, как она приносит урожай, да. И нам нужно просто, вот у нас есть поле и есть некоторое количество пшеницы под посев, да. И нам просто нужно столько урожая, чтобы перезимовать следующую зиму. Вот и все. Нам просто, для нас это метод спасения. И вот мы ничего об этом не знаем, мы просто в надежде засеиваем поле, да, ждем. И мы знаем, что нам хватит 6 центнеров. 6 хватит, если будет 7, то просто вообще отлично спасены, да. А вместо этого она родит 12. То получается, ну у нас есть избыток большой, мы радуемся. Мы говорим, вау, повезло, да. То есть, получается, реальность все время была одинаковая. А, ну получается, какие у нас ожидания были, если они были завышенные, у нас получается отрицательная эмоция. Когда они были заниженные, да, вот такие маленькие, у нас получается положительная эмоция. И я вам сейчас нарисую графически, как живут реалисты. Как живут реалисты, что они все время на позитиве. Значит, смотрите, это в какой-то упрощенной задаче реальность может быть строго одинаковая. Что вот пшеница родит 12 центнеров с гектара. Опять же, напоминаю, я не знаю, сколько на самом деле, да, просто от балды число. Допустим, что все время строго 12. Но в реальности есть некий разброс. Мы сейчас не берем форс-мажорные обстоятельства, такие как ураган, ну какие-то стихийные бедствия, да, наводнение, там, или какая-то эпидемия, все умерло, все отравлено, да. Какой-то вирус там уничтожил все посевы. Это мы сейчас не берем. Допустим, мы к этому готовы. Это у нас заложен такой риск, мы готовы к нему морально, да. А вот если урожай все-таки вырастет, то он может быть меньше и может быть больше. И реальность, она дает некий разброс. То есть вот есть, скажем так, ну вот какие-то самые минимальные ожидания реальности. Ну вот какая бывает реальность, да. И бывает, ну вот разброс, то есть реальность, ну бывает вот такая. То есть отсюда досюда она бывает. То есть может быть это, допустим, там 7 центнеров, а может быть 14 центнеров. Вот так разброс, допустим, бывает. И реалист, он изучает вот это. Он изучает, как в реальности бывает на самом деле. И какое бывает наихудшее ожидание, какое бывает наилучшее ожидание. И когда реалист строит планы, он говорит себе, я ведь не могу рассчитывать на сколько-то. Ну вот я знаю, по минимуму, ну вот в самый такой плохой год без стихийных бедствий пшеница родила 7 центнеров. Вот приносила урожая, да. И если я буду рассчитывать на больше, всегда может получиться год, когда она все-таки уродила 7. И глупо с моей стороны твердо рассчитывать на больше, потому что теоретически может быть и меньше 7, просто я не видел этого, да. И это я еще форс-мажор не вспоминаю, да, особые обстоятельства. Поэтому с моей стороны, думает реалист, разумно будет рассчитывать только на 7. А там больше, может, если будет, я этого не знаю. Но вот 7, вот за последние много лет меньше 7 не бывало. Вот больше бывало, меньше не бывало. Поэтому, когда он строит планы, твердо он рассчитывает на 7. Остальное так. То есть, как бы он думает, что ну хорошо, конечно, если будет, но именно четких планов он не может договориться с кем-то железно о поставках больше, чем 7 центнеров. Он договаривается, что может быть, посмотрим, я не знаю. И получается, что он планку ожиданий выставляет по самому минимуму, который он знает о реальности. Вот по самому минимуму. И получается, что у него вот такие ожидания. Вот так выставляет ожидания себе реалист. Он специально занимается изучением реальности, да. И когда вот такие ожидания, получается, что на самом деле урожай должен быть где-то в этом диапазоне. И получается, вот где он будет, ну вот на таком уровне будет. Значит, вот это все, вот это все, это получился избыток. То есть, он рассчитывал на вот этот минимум, он получил свой минимум, но сверху он получил еще излишек. И это превращается в итоговое, да, ну получается вот это, вот это, минус вот это, получается вот у нас вот такой результат. Небольшая такая вот радость. Небольшой излишек. И получается, что реалист, он не живет такими заоблачными какими-то ожиданиями, да. Он берет от реальности по минимуму, выставляет ожидания. И когда реальность ему, ну вот то меньше, то больше, иногда по максимуму, да, вообще даст урожай. И у него тогда вот такой результат получился, вообще радость. И она, возможно, не такая сказочно-феерическая, волшебная радость, как ждал какой-то супер оптимист, да. Вот такое он ждал. Нет, у него получилось меньше, но это уже настоящий итог, это уже настоящая радость. И получается реалист, все время выставляя адекватную планку ожиданий, он все время живет на позитиве. Все время. И только иногда, иногда, вот он выставил по минимуму, да, на минимальный урожай, там на 7 гектар, то есть на 7 центнеров. И получается только изредка-изредка случится правда или стихийное бедствие, или урожай будет таки еще меньше, но меньше, ну сколько, ну на немножечко. Ну там вместо 7 будет 6. И у него тогда получится, ну вот так, вот такие какие-то, вот такой отрицательный результат. Ну то есть такое легкое огорчение, с которым можно все-таки справиться. И таким образом получается, что в среднем реалисты живут на позитиве. А люди, которые выставляют большую планку ожиданий, они все время получают вот такие результаты. Вот такие. И очень сильно расстраиваются. Очень сильно разочаровываются в жизни. А теперь давайте перейдем к тому, кто все-таки виноват и кто не виноват в каких-то разочарованиях, да. То есть когда вы встретили человека, его реальность какая-то вот такая, но он разговаривал о себе красиво, он что-то обещал, он что-то пытался демонстрировать, какие-то свои качества хорошие. И у вас о нем сложилось вот такое впечатление. Получается, вот ваши ожидания от этого человека, хотя его реальность вот такая. Вы не имели пока возможность узнать о нем реальность. Ну не имели вы возможности. То есть вы пока знаете только то, что он рассказывает. Вы какие-то ожидания о нем сложили, да. Так вот, когда возникает ситуация, где можно узнать о человеке реальность. Ну, например, как в русской народной поговорке, друг познается в беде. Да, вот случилась какая-то беда, вы рассчитывали на этого человека. А он показал себя, свою реальность. Он же, он какой есть в реальности, так он себя и проявляет, да. То есть происходит вот это математическое действие. Вот это реальность минус вот это ожидание. Да, вот еще раз. Реальность минус вот это ожидание, да. И равно у нас результирующая эмоция. То есть вот у нас разница, да. То есть вот настолько у нас получилась вот такая вот, ну то есть вот эмоция, да. Вот так подпишем ее. Эмоция. То есть в итоге вот такое разочарование. И часто люди произносят свою, ну такую фразу, что ваши ожидания, это же только ваши ожидания. Это же, мол, ну мало ли, что вы обо мне ожидали. Я не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Но, знаете, это годится для какой-то общей фразы, так абстрактно, где-то в пустоту. Знаете, на досуге, когда нечего делать. А также эта фраза годится для самого себя, чтобы себя успокоить. Чтобы себе сказать, что подожди, я плохо просто изучил реальность. Я сам виноват. Не нужно злиться на мир. Я просто, ну, к человеку невнимательно присмотрелся. Нужно было быть осторожней, да. Вот чтобы себя успокоить, это подходит. Если же человек вот здесь наобещал чего-то, насоздавал вам каких-то ложных иллюзий, потом показал себя как ничтожество, да, коим он является. Ну, например, вот человек, ну вообще какой-то вот урод-урод. То есть он, ну, вот такой. У него положительных качеств практически нет никаких. То есть у него результирующая в итоге, вот, да, когда он себя проявит, вообще вот так будет. То есть полная фрустрация. Вы будете в шоке от этого человека. И он скажет, ну да, я мудак, а у вас были неправильные ожидания. Это же, это только ваши ожидания. То есть вы, ну что, я здесь ни при чем. Это вы сами виноваты. И так будет весело смеяться, язвить, да, показывать на вас пальцем. И говорить, это вы лохи, что вы неправильно обо мне подумали. Так вот возникает вопрос. Кто же виноват в разочаровании? Вот для самого себя, в том плане, что вы, как бы, недостаточно прощупали человека. Да, виноваты вы. Но, как я уже сказал, это годится для вас, чтобы успокоить самого себя. Что, мол, ну, не надо злиться на весь мир, да. Это просто я. Нужно внимательней, нужно осторожней с людьми. Осторожней. А вот тот человек, имеет ли он право так упиваться, что он такой радостный мудак. И что кто-то о нем неправильно думал. Ведь это он что-то врал. Ведь это он что-то рассказывал. И он несет за это ответственность. Понимаете? То есть тот факт, что у вас создались ложные иллюзии со слов этого человека, там, или от поведения этого человека, никак не снимает с него того обстоятельства, что он вот такого вот размера мудак. Понимаете? То есть вы в ответе за то, что вы, ну, недостаточно опытный в жизни, что вообще-то, да, очень такая понятная штука и может быть прощена любому. А он ответственен за то, что он мудак и радуется и упивается этим. Так вот подумайте, кто хуже в этой ситуации? Вы, который очень хочет быть опытным в жизни, но вы просто, ну, не успели, вы стараетесь, да, но пока не получается еще до конца, да. То ли человек, который обещает, обманывает и упивается этим и перекладывает ответственность на других. Кто хуже? Я думаю, многим людям стало легче от этого объяснения, да, которые страдали, что, наверное, я во всем виноват, что неправильные иллюзии сложил от человека. Нет, не во всем виноваты вы, ребят. Но, конечно, мало есть чего продуктивного в том, чтобы просто искать виноватых и потом надевать какие-то белые колпаки и ночью с факелами, да, ходить их убивать. Это, конечно, не приведет ни к какому добру и свету, а мой канал стремится к добру и свету. Но, по крайней мере, я хочу призвать людей не заниматься таким слишком большим самопоеданием, что, мол, вот только я за все виноват, вот только я, только я, только я. Есть такие люди, которые слишком в себе копаются. Нужно понимать, что ответственность за какую-то ситуацию, которая произошла между двумя людьми, в основном всегда несут двое. И не нужно занижать слишком роль другого человека, им тоже часто неплохо было бы разобраться в себе и задуматься над своим поведением. Надеюсь, было интересно. С вами был Торвальд. Пока.